Так, приветствую, друзья. Я читаю комменты, которые получили мы после того, как с Романом делали короткое выступление. Ну, это поэма. Это поэма, друзья, потому что столько разных мнений. Ну, там случилось, если вы предшествующий ролик посмотрели, когда мы с Романом Газенко выступали по поводу слова, приставка без слова можно писать или нельзя писать, или без надо писать, или без надо писать. Ну, Роман объяснил. Ну, там оппонент был, которого мы-то не видели, оппонент был, который говорил, что слово без нельзя писать, потому что это большевики все поменяли, чтобы люди запутались и так далее, и так далее. И Роман объяснил, как это происходит, и вообще, что, оказывается, можно писать, потому что, ну, так удобнее психологически, бессвязная речь, например, а не бессвязная речь, бесплатный вебинар, легче сказать, чем бесплатный. А там настаивала понять, что надо безоплатный писать, а не бесплатный, потому что бесс нельзя употреблять, потому что, ну, и короче, и короче, и короче. Я там во время этой встречи, где мы с Романом говорили, упомянул слово доктор, что я доктор, я поэтому добрый. Дело в чем, друзья, у нас в интернете есть особенности. Вот когда мы обмениваемся комментами, есть люди, например, которые очень глубоко понимающие, дальновидные. Я не считаю, что я глубоко понимающий, дальновидный во всех областях жизни, ни в коем случае. Ну, то, чем я занимаюсь, конечно, я больше понимаю, чем, например, ну, совсем молодой человек, там, 15 лет, там, или 14 лет, который еще не разбирался в этом, а только понаслышке что-то взял и ляпнул коммент. Вот надо у Романа спросить, ляпнул это правильно я говорю или нет. Я теперь, я с юмором немножко, так что вы понимаете, да? И вот, если я, допустим, профессионал, который всю жизнь положил на то, чтобы изучать этот предмет, и не знаю, что это, молодой человек, просто так, я отреагировал, потому что мне прямо как ниже пояса, потому что я же столько жизнью этим живу, я об этом думаю, я хочу людям помочь, я разъясняю смысл слов, ну, допустим, или я приемы разъясняю по саморегуляции, а тут кто-то, но я же не знаю, что он может быть просто неадекват. Я же не знаю, я вспылил, допустим, я вспылил, допустим, я же тоже живой человек, правильно? А другие-то читают, и они видят, что я доктор, который, по идее, должен людей лечить, по крайней мере, помогать им, по крайней мере, на больных не обижаться, ну, по крайней мере, ну, говорят же, на больных не обижаются. А может, это не больное, а может быть, у человека просто времени не было, и он там заглянул и просто ляпнул, и дальше пошел. А я тут разбушевался, и мне это задело, ну, как же я всю жизнь на это положил, а там кто-то вот так вот попирает святыни, понимаете, в чем дело? То есть топтается в этом огороде, где я грядки сажаю старательно, все это делаю, там, пестую, пестую, людям как бы помогаю. Он взял, затоптал и ушел, да? А я поэтому и отреагировал. Ну, как человек отреагировал, не как профессионал. Потому что я хочу, если я профессионал, должен помнить, что я доктор. Я должен помнить, что люди разные. У нас, например, в интернет заходят люди разные, и неадекватные, и адекватные, и далеко смотрящие, и глубоко думающие, и любящие, и нелюбящие, и раздраженные, и в страхах, и в паниках. И у людей времени мало. Очень мало времени. Ну, вот там надо ролик делать, там, почему сейчас в последнее время говорят. Надо, чтобы лаконично, понятно, ясно, как на двух пальцах, четко, за 2-3-5 минут максимум. Не надо, там, на 15-20 минут. Потому что есть в физике понятие резонанс. То есть ваше внимание не может быть долго сосредоточено на том, как, например, поезд идет там далеко, и стекла дрожат здесь через 10 километров. Потому что энергии передается легко, когда частоты совпадают. Этого стекла и этого дрожания на рельсах поезда, которые там далеко идут. То же самое здесь, внимание. Если у человека внимание настроено на то, о чем вы говорите, он может и 10 минут слушать, и 15 минут. Ему легко, потому что частоты совпадают. Ну, условно говоря, резонанс. А если не настроено, ему приходится энергию много тратить. Энергию много тратить, это уже не так, как поезд. Видите, он энергию не тратит, чтобы стекла дрожали, потому что частоты совпадают. И вот когда человек настроен вас выслушать, он готов и не 5 минут, а час выслушивать внимательно. Если он не настроен, если у него в голове сейчас другие интересы, другие мысли, или там шея болит, к примеру, он не может так долго слушать. Он начинает нервничать, и у него внимание сбивается. Поэтому сегодня, поскольку в интернете очень много разных людей, и разные люди могут давать разные комменты, конечно, мне, например, как врачу, раз я профессионал, я раззаявил, что я помогаю людям, значит, я должен быть изысканно вежливым. Потому что и у меня тоже нет иногда времени, потому что, ну, сотни тысяч людей там пишут какие-то комменты, ссылки какие-то делают. Нет времени иногда разбираться, это больной человек или не больной. Но при этом, ну, при этом, сотни людей смотрят, как я реагирую, или мой собеседник как реагирует. И если я даю вот эту слабину, позволяю себе проявить, ну, неделикатность. Там, например, мне написала женщина, она написала, «Ерунда – это всё то, что вы рассказываете, никакого ключа. Всё это давно известно, и это йога, что вы там всё время людям голову морочите». Ну, а я на это жизнь кладу. Ну, вот как я должен реагировать? Ну, конечно, я. И тут же я себя успокоил и сказал, «А может быть, она сейчас не в форме?» Может быть, она сейчас не в форме? Потому что люди-то читают и мой ответ, и думают, он там вот говорит о том, что он добрый, и он там говорит о том, что надо всем помогать, что цена помощи ничего не стоит для него, что он такой благородный, якобы-якобы, да? А сам вот пылит по всякому поводу, если кто-то не так сказал. Менторствует, директорствует, навязывает. Ну, понимаете, это же интернет. Поэтому я, когда сажусь делать ролик, друзья, я настраиваюсь. Я настраиваюсь. Моя любовь к человеку, моя помощь ближнему в чем? В благих делах. В первую очередь. Говорить так, чтобы вам было интересно, а может быть, кому-то и полезно. Тоже так делать. Тоже так делать. Потому что это же ведь тот оппонент, который про беса говорил. Ведь не с ним отношения выяснялись. И Роман Газенко правильно сказал. Он сказал о том, что если на каждый чих реагирует, мы с ума сойдем. То есть он говорил о том, что не о конкретном человеке он там отвечает так или иначе, что он отвечает как бы часто повторяемым. то есть это уже общественное явление, что очень много людей с этим бесом друг к другу голову морочивает. Да, на самом деле, может быть, человеку не досуг было понять, разобраться. И очень много всего там происходит в интернете. Но я хочу вам это рассказать для того, чтобы вы еще раз посмотрели наше преступление с Романом Газенко. Если вы считаете, что там было какое-то нарушение, напишите. Если считаете, что не было, не пишите. И не только потому. Похвалите нас, что мы вам нравимся. Или не только поругайте, что мы не нравимся, а по сути. По сути. Чтобы в сухом остатке было. Понятно. Потому что скоро мы с Романом Газенко будем делать вебинар. Да. И, пожалуйста, слова, которые вас интересуют, приготовьтесь, чтобы вы нам еще до вебинара мы будем делать с ним бесплатные такие выступления, интересные и полезные для всех и каждого. Чтобы там тоже написали. И Шейлы Алиевой, моей дочкой психолога, мы будем делать вебинар. Ну, с Шейлой-то мне понятно, что мы будем делать. Мы будем там помогать людям в состоянии тревожности, в панические состояния, как от них избавляться. Да. Мы сейчас думаем над названием. Мы еще об этом скажем. Итак, друзья. Видите, я вам, Парна, рассказал столько сейчас, но суть одна, что в интернете много разных людей. И когда мы видим комменты негативные, это вовсе не значит, что человек против нас. Это вовсе говорит о том, что у него нет времени, может быть, сейчас. Потому что он занят другим, и поэтому там, как я сказал, ляпнул. А может быть, это просто неадекват. Ему просто нужна помощь. Кому нужна помощь, пожалуйста. Ну, как говорится, без обид. Просто пишите, пишите, не стесняйтесь. И мы готовы всегда всем помочь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok